Привет, друзья мои дорогие и страстно любимые! Помните, я вам давно уже говорила, что мы как-то с Лёшей были в ресторане несколько месяцев, наверное, назад, и мы там заказали черемуховый медовик. Друзья, это так вкусно! Это вроде бы медовик, но какие-то вишнёвые вот эти вот черемуховые... А я что сказала? Черносмородиновые? Черемуховые. Черемуховые. Вы знаете, меня не могу, да. Перепитом контролируем, я босс. И вроде бы медовик, но с какими-то вишнёвыми нотками, но вишеней нет, а черемуховая мука у меня же очень сильная, такой какой-то аромат вишнёвых косточек, черемухи. Друзья, короче, это очень вкусно, и давайте мы с вами это приготовим. Тем более, что делается это элементарно. Мы просто в медовик с вами, в нашу привычную, добавляем черемуховую муку. Но тут будет немножко такой фокус-фокус, потому что она такая достаточно крупненькая бывает, и мы немножко её смягчим. Что делаем? У меня здесь в кастрюле сахарный песок, сливочное масло и мёд. Смотрите, как это красиво выглядит. Очень красиво. Это просто краски какие, да. Всё это мы ставим на плиточку, включаем. Либо минимальный огонь, либо средний. Так как у меня индукция, я включаю маленький огонь, чтобы ничего тут вдруг у меня не взлетело. Но тихонечко перемешиваем, и нам нужно сделать так, чтобы сахар более-менее здесь растворился. Всё это вот такой комочек у нас собирается. Можно пока прибавить температуру. Как начнёт кипеть уже, убавлю. Всё, ребята, посмотрите. Даже по ощущениям, когда будете перемешивать, сахар так скребсти у вас не будет по кастрюле. Что делаем дальше? Здесь у меня сода. Гасим её лимонным соком. Перемешиваем. И сюда отправляем. И продолжаем мешать. Сейчас у нас всё вспенится. Получится хорошая-хорошая такая пеночка. А мы продолжаем-продолжаем мешать. Масса будет сейчас темнеть. Такого карамельного цвета станет. Это такая реакция. Ох, как вкусно пахнет уже. В принципе, всё. Вот добились вот такого карамельного цвета. Можно уже с плитки убирать. Убираем с плитки. И я продолжаю мешать, чтобы чуть-чуть опустить температуру. Потому что мы сейчас будем вводить сюда яйца по одной штуке. Вот здесь вот они у меня уже разбиты и подготовлены. По одному вводим яйца. Быстро-быстро перемешиваем. Теперь вот тот фокус-фокус, про который я говорила. Берём черёмковую муку. Наливая. Ой, насыпаем её сюда. И вот здесь вот у меня пшеничная мука. Я просто на глаз ещё беру часть пшеничной муки. Опять же сюда. Горячую массу. Всё это перемешиваем. И сейчас мы опять это поставим на плиточку. И чуть-чуть уварим. Тут уже я ставлю минимальный огонь. Такой типа заварной кремок у нас сейчас получится. Только заварное тесто. Нам это нужно, чтобы чуть-чуть мы смягчим муку. Вообще можно ещё поставить на паровую баню, чтобы постоянно-постоянно вот так вот не помешивать. И она будет дольше, ну тогда спокойнее. Ну вы знаете, я не люблю. Мне надо быстро шик-шик и всё. Ребята, посмотрите, что происходит. Масса у нас кипит. Мы её постоянно помешиваем. И сейчас на контрасте вы видите разницу. Как она потемнела. Она прям чёрная-чёрная стала. И мы сейчас ждём. Нам нужно, чтобы она стала ещё гуще. То есть вы сейчас вот видите, опять же, да, какая густая-густая стала. Немножко ещё увариваем до более сильного загустения. При сложности вы что ждёте? Чтобы масса стала чёрная и чтобы она стала гуще. Вот прям вот видно. Вы будете уже венчиком водить. И у вас поверхность, ой, дно точнее кастрюльки, оно не будет закрываться. Настолько она густая. Итак, ребята, мои дорогие. Посмотрите, я перелила массу в большой таз, в котором я буду замешивать вместе с мукой. То же самое вы можете сделать на своей рабочей поверхности. Но так как у меня здесь деревянная поверхность, чтобы она цвет не впитала, вот этот вот чернючный, то я это буду в большом тазике делать. Друзья, я хочу вам показать, до какой консистенции мы варили ещё разочек. Вот такая вот густая кашка у нас получается. И сейчас мы добавляем сюда пшеничную муку. Замешиваем тесто. Комфортнейшее тесто. Тёпленькое, гибкое, обалденное. Делим на 5 частей, кладём сразу на пергамент, чуть-чуть подпыляем мукой. Оно такое прям как пластилинчик у нас получается. И максимально тоненько мы его растягиваем. Если видите, что где-то цепляется, смело подпыляйте, не бойтесь. Потому что я... Поднимите, Алексей. Вы знаете меня, я всегда придерживаюсь принципа, что с тестом для пирожков сдобным, что вот такие вот тесты, которые у нас для медовичка идут, я всегда придерживаюсь политики, лучше минимум добавить муки в тесто. Но потом, если нужно, мы душевно будем подпылять. Так всегда результат получается более нежным и воздушным. Всё, ребята, максимально тонко растягиваем. Раскатали. Повторю, максимально тоненько. Немножко наткалываем вилочкой. 180 градусов, друзья, и очень быстро это будет выпекаться, буквально минут 5-7 примерно. Всё, в духовку. И остальные не пеку, когда поем. Правильное решение. Покажи хлеб. Нет, он меня замучил просто. Сторисы я ему сейчас 3 часа с этим хлебом снимала. Он тут кряхтел, пыхтел. И хруст армянской булки на том и этом свете. Будем вспоминать я. Будем вспоминать я. Будем вспоминать я. Это точно армянский. А у боителей в России вечера. Итак, друзья, случилось непоправимо. Один коржик у меня сгорел. Мне привезли суши. Я побежала к курьеру за сушками. И пока я туда-сюда бегала, мне сгорел коржик. Ну, короче, у меня торт будет из 4 коржиков. Но у вас он даже получится с 5, если вы не побежите к курьеру. Друзья, как вырезаем? Я взяла крышку от моих контейнеров, вот этих икеевских, в которых я муку ухраню, вот это вот все. Примерно, для тех, у кого нет этого контейнера, ну, примерно где-то он 15 на 24, на 25. Примерно так. И прям этой крышечкой, хоп, и вырезаем. Главное, надрезы вот эти вот сделать. А остальное... Ой, тут тоже чуть пересушила краешки. Вот этот идеальный прям получился. Очень быстро выпекается. Тяжело понять, когда они темные, да? Да, темные. А тоже сгорелшие? Нет, сгорелшие вообще выкинула. Там вообще... Еще минуточку, все. И еще один. Они, наоборот, светлее становятся, когда выпекаются, потому что вот он сырой, он прям черный. А после выпечки они становятся коринчевые. Сейчас... Ой, я тут где-нибудь не до конца прорезала. Можно ножом сделать. Видите, из-за того, что здесь не только пшеничная мука содержится, но и черемуховая, то у нас коржи так сильно не поднимаются. И мне это нравится. Потому что это пирожное, оно именно тончайшие, тончайшие коржи должны быть. И тоненький-тоненький слой крема. Вот, мне именно вот этот вот понравился. Но их, по идее, кашпеть должно было быть. Друзья, нарезали коржики. Вон они за моей спиной. Тощие. Одного не хватает. И сейчас мы делаем крем. Крем будет сметаной. Смотрите, у меня здесь жирная сметана, 30%. Я добавила сюда сахарную пудру. Вы можете добавить мед. Можно добавить сгущёнку. Как хотите. Медового вкуса мне предостаточно. Я не хочу больше меда. Иначе этот мед прям, ну, убьёт эту... Чурчхелу. Как? Черёмшу. Нам нужен он. Черёмуха. Черёмуха. Убьёт этот вкус. И поэтому, дабы его почувствовать, я использую просто чуть-чуть пудрочки. Ребята, можно сделать так. Можно сметану сначала взбить, потом добавить сливки и довзбить. Или всё сразу. Я не хочу. Я добавляю сразу. Анархистка. Да. Да нормально. Всё. И... Идём взбивать, друзья. Всё. Ребятки, вот такой вот сметано-сливочный крем у нас получился. Всё, ребята. Взяла подносик, на подносик пергамент. И по очереди кладём сюда коржики. И между коржами выкладываем крем. Приступаем. Ну что ж, торт наш собран. Вот ещё бы один вот этот мой пострадавший коржик. И прям идеальности не было бы предела. Но как я хотела, он, как я вам сразу сказала, да, он должен получиться у нас невысокий. Ну вот он получился невысокий. Значит, как будем выходить из сложившейся ситуации. У меня очень много обрезков осталось. Вот здесь. И я их оставляю при комнатной температуре. Они у меня высохнут. И завтра я их измельчу. В измельчитель мы их запекнём. В общем, я их измельчу в измельчителе. И потом их тортик мы присыпем. И так как наверху мы полноценный такой слой крема наложили, то крошечка будет эффект, знаете, как ещё одного коржика. То есть на пару миллиметров он ещё приподнимется у нас. Но, друзья, если у вас будет нормальное количество коржей, то вы вообще будете фэшн-профэшн, не то что я. Я сушу променяла на один корж, представляете? Ребятки, плёночку в контакт. Для того, чтобы не заветрилось. Для того, чтобы коржики хорошенько пропитались. Они ведь у нас такие, полусухие какие-то, правильно? Получились. Так что пускай хорошенько пропитываются. А мы пойдём домой поспим в это время. И вернёмся к нашему торту уже завтра. Крошки не забудьте оставить на столе. Всё. До встречи. Итак, друзья, у нас прошло 3 дня. Ладно, не 3-2 дня с тех пор, как мы это сделали. Но вот в таком режиме мы сейчас живём. Поэтому очень сложно. Либо снимаем так, либо вообще не снимаем. Чего я немножко опасалась. Опасалась того, что если торт будет у меня вот так вот стоять 2 дня и ждать, пока у Милана Романны время появится, его доснять, от коржей тёмных чуть-чуть цвет пойдёт в крем. Поэтому крем такой топлёного молока цвета, скажем так. Должен быть идеально белый. Но, да ладно, ничего страшного. У нас не конкурс красоты черёмухового торта, поэтому нормально. Друзья, что делаем? Крошка, которая... Не крошка, а вот обрезки, которые я вам показывала. Здесь они в тазике были. Я их перекинула в измельчитель. И сейчас мы их превращаем в крошку. Нет измельчителя. Вы можете их в пакет какой-то и отдубасте хорошенько. Друзья, давайте я вам покажу мой измельчитель, который уже, я не знаю, полгода, наверное, у меня в кадре мельчает. Мои котлеты я с ним делала и что только не делала. Вы всё время меня про него спрашиваете, поэтому давайте пару слов я про него скажу. Это измельчитель Зигмундштайн. Обожаю его. Он очень мощный. У него вот здесь вот сверху контролируются скорости, мощность, точнее. Что от него требуется? Мне он нужен был для того, чтобы он измельчал. И как я вам уже в предыдущем видео сказала, что я, когда делаю быстро, мало котлет или чего-то такого, я не люблю мясорубку использовать, потому что 55 деталей всё это мыть, и ещё нельзя это в посудомойке мыть, вот эти все штучки. Поэтому вот для меня это идеальный вариант. В наборе этого измельчителя есть всякие разные насадки. Там резать они могут, даже морковку отсюда можно засовывать и морковкой измельчать, когда вам много её нужно. Капуста и так далее. Мы как-нибудь сделаем ещё капустные котлеты. Между прочим, это очень вкусно. Так что вот, друзья, ссылка будет в описании к этому видео. Теперь вы знаете, что это и откуда это брать. Ну, у меня там, собственно, засыпаны мои вот эти обрезки. Давайте измельчим их. Всё, ребята, буквально за считанные секунды мы получили вот такую мелкую крошечку, которой сейчас обсыпем торт. Друзья, посмотрите, какой красавец у нас получился. Семейный, домашний торт. Он, кстати говоря, это будет очень прекрасный торт на Новый год. Я люблю новогодние торты. Муж любит обжираловку такую уютную устраивать в Новый год, когда вся семья вместе, рядом, все перетрудились за целый год. И вот все выдохнули, собрались вокруг стола, на диване в пижаме, неважно как, да, вкусный стол. Пускай там не будет миллион видов ассортимента салата, но будет всё самое вам любимое. Но оливье будет. Оливье обязательно вообще, что за Новый год без оливье и мандаринов, и шампанское. Вот, и телевизор с этими дурацкими программами, ну это же фон. И мои любимые фильмы, один дома, и вся вот эта советская классика, которую мы с вами любим, про операции Шуриком, ирония судьбы и так далее. Друзья, и в конце, конечно, этой обжираловки должно быть чельпитие. Вот с таким вот домашним, простым, без декоров, шмекоров тортом. Давайте, а что-то я вообще не планировала всё это говорить. Я сейчас вообще еду в магазин за мишурой всякой, поэтому меня прёт. Всё, я беру тарелочку, нарезаем и дегустируем наш трёхдневный торт. Субтитры делал DimaTorzok Я Лёше говорю, поставь так, чтобы сзади моя ёлочка была видна. Я могу её взять, и я её могу поставить вот так, вот так. Она мне под всё до кофточки подходит. Я могу как дурочка её вот так вот нацепить. Легант кордовочка, да, как умная? Лишь моя ты дурочка. Так, я вообще дегустировать уже должна. А ты меня тут отвлекаешь. Даже кусочек отломленный. Это прям тот вкус из ресторана. Друзья, это тает во рту. Это до невозможности вкусно и необычно. Вот эта вот черёмуха-муга. Она всё-таки такую пикантность торту даёт. Очень вкусно. Красавчик просто. Ну, вы ещё учитывайте, не забывайте, что здесь ещё один корж должен быть, который я спалила. За счёт этого он чуть-чуть повыше был бы, да? Вот. Но, как я и хотела, чтобы коржи были максимально тонкие. Потому что вот в том кафе и ресторанчике, в котором мы ели, там они были очень-очень тонкие. Я не хотела, чтобы они от крема впитали крем и набухли. Я хотела, чтобы он был прям считаемый крем. И чтобы размер... Можно ещё раз приблизить, Алексей Анатольевич? Чтобы размер крема, размер коржика, они были одинаковые. Вот такая вот красота, ребятки, получилась. Вот. Ну и повторюсь, я как я хотела, чтобы он был низкий. Чтобы можно было... Ребята, такой послевкусие остаётся во рту. Если выбираете, что приготовить на Новый год, если вы любите медовик, вот сделайте его таким. Это будет очень оригинально вкусно. Всё, друзья. У меня эмоции переполняют. Я что-то нибудь вспомню или какая-то мысль придёт. Я... Так дело. Я вас целую и обнимаю всего вам самого-самого добрейшего, прекрасного, преновогоднего настроения, духа вам. Приготовьте этот торт и получите от него невероятное удовольствие. Все ссылки будут в описании к этому видео. На сайте вашей цепи, там также, там, там, ссылка. И на все инструменты, где я это говорю. Спасибо. Целую вас. Обнимаю, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин